СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Спасибо еще потому, что мы за много наших передач и очень много непростых, сложных вопросов с вами мы рассматривали. И сегодня мы предлагаем к рассмотрению, с нашей точки зрения, тоже непростой вопрос. Очень непростой. Да, и мы периодически к этому вопросу так или иначе частями какими-то обращались. Но сегодня вот как бы сосредоточимся на этом, потому что этот вопрос у многих людей возникает, как и поэты, и писатели говорили, сердцу не прикажешь. И люди очень часто выбирают себе спутника по жизни, человека, с кем собираются жить сто лет. При этом достаточно часто не спрашивают какого-то вероисповедания до того, как поженятся и жить начнут. И с этим сегодняшняя тема нашей передачи. Она звучит-то очень просто, но на самом деле она сложная. Это межрелигиозные браки, когда союз заключают представителя разных вероисповеданий. Я накануне попытался найти какую-то, не знаю, статистику, возможно, в интернете, а сколько вообще таких браков. И очень сложно, на самом деле, ответить на этот вопрос. Ну да, там какая-то статистика была, но... Но это явление жизни в любом случае. Но это существенное явление. Тут в любом случае больше 5% людей как бы находится, значит, это уже существенно. И это связано со многими моментами, да? Это связано там с вопросами миграции, да? С вопросами миграции. Да, когда приезжают к нам жить, работать, находят здесь семью, обзаводятся семьей. И не только, в связи с тем, что наша большая страна при всем при этом достаточно тесная, потому что люди живут плечом к плечу, мусульмане с христианами, христианами, с иудеями, там, и другие, так сказать, религии. И при этом, хочешь не хочешь, очень часто бывает, с кем ты детство провел, с кем ты вырос, такое отношение у тебя и, собственно говоря, к твоему соседу в конечном итоге вырабатывается. Я поддержу Алиючу, да, действительно, сердце не прикажешь, как вы правильно сказали, да? Да. И чувство влюбленности, чувство вовлечения, оно ведь не зависит от того, какой вере, какой национальности принадлежит человек, да? Совершенно верно. А мы можем начать, может быть, тогда вот с такой темы, вот такой, ну, достаточно коротко. А как освещается любовь, вообще-то, в православии и в исламе? Потому что ведь это основа, собственно говоря, совместной жизни людей. Отец Василь. Вы неожиданно перешли, достаточно. Поэтому я постараюсь ответить достаточно распространенным для каждого православного человека пониманием. Для православного христианина любовь, в первую очередь, это, скажем так, понимание того, что в любой момент ты готов пожертвовать всем, чем есть у тебя для своего любимого человека. Любовь – это, прежде всего, ответственность за того человека, которого ты взял в себе жены, ну, или вышел замуж. Соответственно, между людьми, которыми существует любовь, должно быть единодушие абсолютно во всем. Это вот очень важное условие понимания любви в православном христианстве. Ну, и, говоря словами апостолов, любовь должна зиждеться на любви к Богу. Это тоже очень важный аспект. Можно сказать, что любовь, в случае зрения православия, это благодать? Безусловно, любовь, подлинная любовь, которая не основана на страсти, а на желании ответственности за другого человека, есть благодатный дар Божий для нашей души. Руслан Хаджи. Да. Чем дальше мы общаемся с отцом Василием, тем на более одинаковый язык переходим. Это не опасно, я думаю. Это не опасно, конечно. Потому что отношение в исламе к понятию любовь таково же. Первоначально – любовь к Богу. Первоначально. Изначально. Потому что в свое время Адам, первый человек, не знал никого, кроме Бога. Затем второй вид любви – это мухаббад, любовь между мужем и женой, о которой Аллах сказал. Мухаббад. Мухаббад. Как это буквально переводится? Любовь. Даже такие имена есть, женские. Но иногда и мужчин так называют. Хабиб. Да, Хабиб. Да, 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 любимый. Любимчик. Хабиб. Это мой любимый. Ну, естественно, здесь же в сфере любого к Богу – это любовь к пророку Мухаммаду, алейхиссаляту ассалям. Ибо сказано, что человек не уверует, пока не полюбит пророка Мухаммада больше, чем своих родителей, детей и все человечество вместе взятое. Второй, третий уже вид любви – это шахават, страсть, желание – это, скорее, естественные инстинкты между мужчиной и женщиной, которые часто заменяют словом «любовь». Ну, мы как бы не об этом собираемся так-то по большому счету. Безусловно, хотя это как бы для справки просто. Мы это никак не сможем исключить. Почему? Потому что в наше время этим подменяются истинные, вековые, исконные понятия. Да. И когда родители приходят, мне говорят, вот дочку отдала замуж за немусульманина. Я говорю, а почему, как же так? Ведь Всевышний запретил. А говорит, что я могла сделать, ведь у них любовь. Я говорю, какая любовь? Они вчера познакомились, позавчера, послезавтра вышли замуж, поженились. О чем ты говоришь, уважаемая? Это не любовь, это шахват. Когда перекрываются потоки естественного сознания человека. Когда он не отделяет для себя перспективу от нынешних взглядов, от нынешних желаний своих. Нафса, то есть эго, животное начало. А впереди что? И они не задумываются. Поэтому тут три понятия никак не понимаешь. Хорошо, никуда не денемся. Это действительно определенная часть, значит, бытия отношений между мужчиной и женщиной. В исламе тоже любовь, благодать, которую Аллах дал человеку? Одно из имен Аллаха, аль-Вахаб, дарующий, простирастилающий. И вот он именно дарующий любовь. То есть если человек не имеет любви к созданиям Аллаха, к самому Аллаху, к его пророкам, то человек же обделен, значит, Богом. Это обделенный, ущемленный, несчастный человек. А когда человек наделен этими качествами, то он счастливый человек. И точно так же, как отец Василий сказал, любовь имеет под собой основу ответственность за другого человека. Без этого браки нельзя создавать. Они будут как пыль на ветру. Понятно. Ответственность. Ответственность, забота. Да. В самом широком смысле можно понимать. Исходя от того, что Вы сказали, это благодать. И мы, конечно, можем по-разному оценивать отношения между людьми. Но почему-то мы достаточно единодушно оцениваем однообразные отношения между людьми разных религий. То есть мы говорим, нельзя. Но если это любовь, а если это все-таки не шахват, если это не страсть, хотя без страсти мы понимаем, что жизнь, она может быть не такая была бы перченая, соленая и приправленная, но тем не менее, почему, если это благодать, которую Бог дарует... А мы помните, в прошлый раз с Вами говорили, Хаджи, что Аллах сказал, и хорошее от меня, и плохое от меня, да? Да. Почему, если Бог дарует людям эту благодать, в то же время мы слышим от представителей религий, что межрелигиозные браки — это проблемные браки. Отец Васильев. Вы действительно затронули эту очень важную тему, и действительно, и церковь православная, и со стороны мусульманской общины, мы действительно очень часто слышим, что межрелигиозные браки — это очень сложные браки. Почему? Потому что люди, которые соединяются, и, как я уже говорил, должны быть единодушны во всём. Единодушие во всём есть основание любви, той самой любви, которой есть божественный дар. Тут же получается ситуация, когда не то, что важнейшее, а, можно сказать, основное, основополагающее, часть жизни человека у этих людей совершенно различная. И явление, когда существуют браки межрелигиозные, очень счастливые, оно, как это ни странно, проявляется по двум причинам. Может проявляться по двум причинам. Либо, и это первый вариант, может быть, несколько печальный, когда религиозность этих людей реально находится на крайне низком уровне, когда они очень номинально религиозны, то есть только как-то близко... Идентифицируют себя так. Идентифицируют себя, но никакого реального воздействия на их жизнь, их религиозные взгляды не воздействуют. И второй момент — это когда один, одна сторона или две стороны совершают ни больше, ни меньше подвиг. Подвиг своей веры, когда, вопреки своим различным взглядам, умеют ради спасения себя и своего неверующего супруга, либо верующего по-другому, совершать вот этот подвиг, ну, в данном случае, если мы говорим о христиане, христианской любви. Почему? Потому что я вот сейчас как раз приведу очень важное мнение церкви, которая... Она говорила о таких вот браках. Потому что церковь всегда говорила, что, отвергая ошибочные с точки зрения православного вероучения взгляды, православные христиане, тем не менее, призваны с христианской любовью относиться к людям, их исповедующим. То есть, ненавидя грех, невозможно ненавидеть, нужно любить его носителя. И это очень важно. Или, например, вот в этом смысле очень важно звучат слова Иоанна Златоуста. Он говорил, «Еретические учения, несогласные с принятыми нами, должно проклинать и нечестивые догматы обличать. Но людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении». Это очень важная особенность. То есть, христианин, допустим, если христианка вышла замуж за иноверца, мусульманина, протестанта, буддиста и так далее, католика, она совершает свой христианский подвиг, молясь и терпя другие взгляды, другие основания своего мужа. И надеясь, что по ее молитвам, по ее терпению, по его христианскому подвигу, Господь помилует и человека иной веры. Какой интересный путь. Хаджи. Очень сложный вопрос подняли. У нас не бывает. Я размышлял, даже на секунду испугался отвечать. Вы помните, что в Тюмени тоже слушают? Молодцы тюменские. Давайте напомним вопрос, Алиса Олеговича. Почему проблемным являются эти браки, если благодать даруется Богом, Аллахом? Любовь. Да, именно любовь как благодать. Для начала мы с вами начали разбирать, что такое любовь. Да, конечно. Все три степени, конечно, подарок от Аллаха. Как подарок, как испытание. Но в то же самое время канонически, то есть изначально, любовь ко Всевышнему, к Аллаху, через исповедание религии, которая, как сказал Всевышний в Коране, Единственная истинная религия перед Аллахом – это Ислам. Соответственно, исходя из канона того, что мужчина сильнее женщины, восповедание веры крепче, а женщина в семье должна слушаться мужа. Поэтому мужчина может жениться на немусульманке, то есть либо на христианке, либо на иудейке. Но ни в коем случае не может жениться на язычнице. Без веры, да, соответственно? Язычницы нет. У них вера, она придумана, она не каноническая, она даже не измененная. Это придуманное верование. Ну, кто-то в лягушку верит, кто-то в палку какой-то в камень. Мы будем углубляться, у нас времени не хватит. Дозволяется мужчине жениться? Как сказал Аллах в Коране, означающее, дозволены вам чистые женщины из числа Ахлюкитаб – людей Писания. То есть те религии, которым было священное Писание, даны как христианам Евангелия, Инджиль, иудеям Тора через Мусу Али Салям, Моисея. И в других аятах Корана есть конкретный строгий запрет, что женщины не могут выходить замуж за тех, кто не уверовал в Бога, за немусульман, за язычников, пока они не уверуют. Мы никак не можем перепрыгнуть этот запрет, кроме одного случая, когда человек принимает истинную веру. Поэтому я и сказал, что и испугался сначала отвечать, потому что вы залезли в каноны наших религий. Обои. Которые не обсуждаются. Которые не обсуждаются никак. Мы не можем ими монкировать, как-то пренебрежительно относиться, торговаться и так далее. А посланник Аллаха Мухаммаду, ему сказал, женщины выбирают жены по четырем признакам. За ее красоту, за ее богатство, положение в обществе и религиозность. И он говорит, первые три они изменчивы. А выбирайте за религиозность. Почему он так сказал? Наших детей воспитывают наши жены, матери этих детей. Если мать будет воспитывать ребенка в другой религии, будет воспитывать против того, на чем стоит муж, отец, хозяин семьи, в семье возникнет разлад. Это в одну руку. В другую руку, это еще и Мар, Раданхова, второй праведный халиф. Запретил совсем. Поздние ученые сказали, раз разрешение Аллаха в Коране есть, можно жениться. При условии, что женщина, даже если она называет себя христианкой, она верит в Бога непредаваемым образом, вместо соучастников. она верит в священное писание и пророков, и не является язычницей. То есть, лягушка, как сказали, не верит. Значит, на такое можно жениться. И всегда мужу рекомендуется привести всю семью к одной религии. Иначе они не будут смотреть в одном направлении вместе. Ну, то, о чем отец Василий тоже как бы единодушие. Мы же с ним одним языком практически говорим. Он более таким богословским, я более таким научным. Но мы говорим об одном и том же. Поэтому мы никак не можем пересечь вот эти каноны. Браки дозволены, если мужчина, мусульманин жениться на христианке, но не дозволены, если христианин решил жениться на мусульманке. Хотя в жизни такая штука удивительная. Буквально сегодня вот встретился с женщиной. Она сидит, плачет. Я говорю, чего плачет-то? Так вот, внук родился, говорит, надо бы именно речение сделать. Сынок-то русский, сынок-то татарин, а дочка-то, невестка, моржа, русская. Вечу, какая проблема? Ну, я сейчас скажу. Сейчас Хазрат скажет, а я потом скажу, какая была у меня проблема. Для нее, для исконно татарской и деревенской традиции придерживаются засоренные глаза. Такой грех огромный. Можно ли она, она пришла с вопросом, можно ли сделать именно речение внуку? Не выполнил ли он вообще из лона мечети, как православный брат наш говорил. С другой стороны, есть пример тоже сегодня же встретился женщина, которая, сама татарка, мусульманка, вышла замуж за русского и убедила его принять ислам. Причем они потом вместе и хаж совершили. Он обычный мусульманин, но русский. Я таких русских мусульман знаю уже сейчас, вот так, по брови. Удивительная весь жизнь. Что по поводу первого? Продолжение, по поводу наречения. По поводу именно наречения. По поводу именно наречения. Какое имя выбрали? Марат. Марат. А я выбирал имя своему сыну. Мне надо было и так, и сяк. Я в конечном итоге выбрал имя Ильяс. Всех устроил. Всех. Это имя одного из пророков. Да. Всех. Потому что пророк Илья и пророк. С пророческими именами невоспорщик принимают все. Да. Я правильно понял, что в православии нет такого табу, что христианин не христианку? Не совсем все так просто. Дело в том, что в православной церкви жесткого запрета, то есть вот как вот Ислам Хаджи сказал относительно брака, сочетания женщины-мусульманки с мужчинами-немусульманином, такого запрета жесткого, ну, можно сказать, на современное время нет. Хотя, если мы посмотрим в ранние времена, то есть в эпоху Вселенских соборов, то мы увидим, что и там есть каноны, церковные каноны, которые запрещали православному вступать в брак с представителями не своей религии. Ну, например, вот всем второе правило Шестого Вселенского собора. Не достоит мужу православному с женой еретической браком совокуплятись, ни православной жене с мужем еретиком сочетоваться. То есть как мужчине, так и женщине. Но обращаю внимание, что уже в то время, да, церковь признавала реальность этих браков. То есть для нее не было такого, что вот есть брак, и она считает его незаконным, потому что это брак, не заключенный по ее канонам. Она прекрасно понимала, что жизнь, она чуть выше канонов. Она предлагает куда больше разнообразных явлений. И для церкви это было причиной ее, вот такое научное слово, экономии. То есть снисходительства, потому что она снисхождение. Потому что она понимала, что грешная природа человека, она все равно выбьется за строгие каноны и послушание Богу, учитывая, что мы действительно испорчены грехом при грехопадении. И поэтому... Во всем Адам виноват, между прочим. Так вот, я продолжу, да. Но уже у этого правила есть уже тогда продолжение. Однако, что если такой брак осуществлен, то им не разлучаться по божественному апостолу, а повторю вот эти слова, «Святится, бо муж неверен на жене, и светится жена неверно, а мужа верным». То есть семья, семья, она освящается присутствием в ней Божьей за счет того, что в ней есть правильно верующий один из членов семьи. И церковь надеется, что по его молитве, если, ну, может либо принять истинную веру вторая половина, либо по ее молитвам к нему, может быть, от Бога оказано вот это самое снисхождение. Поэтому у нас, конечно, в православной церкви сейчас нету никакого такого... То есть никто в храме не скажет, что ты находишься на пути погибели, или если ты сочетался браком с неправославным. Но, опять же, есть градация по отношению к инославным, да, иноверцам. И здесь в данном случае решается очень важный вопрос. То есть христианские конфессии, которые сохранили учения о Святой Троице, которые сохранили многие церковные таинства, это там католицизм, протестантизм, над ними по благословению в священном начале может даже совершаться таинство, православное таинство, венчание даже над инославными. Есть же религии, которые отстоят гораздо дальше от вероучения православной церкви. Вот это в том числе язычество, какие-то секты, мусульманство относится к этой же категории. То есть они не признают учения о Святой Троице, которое является основополагающим. Иудаизм. Иудаизм в том числе, да, потому что они не признают учения о Иисусе Христе. И поэтому, соответственно, между над ними таинство венчания совершено быть невозможно, не может. То есть потому что они даже близко не стоят, как ради церкви. Вот что. Вам могут такой вот вопрос задать. Вот у меня есть. Или после рекламы, простите. Давайте. Давайте реклама все-таки небольшая, мы скоро продолжим. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Продолжаем нашу беседу. Да. Владимир Сметанин сегодня, СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ. У нас все еще продолжается наша предыдущая дискуссия. Мы не можем остановиться. И гости сегодня у нас по нашей интересной теме. Я напомню. Да, напоминаю. Хорошо. Нурислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова, и Василий Песцов, настоятель храма Иоанна Предтечи нашего города, первый проектор Ревятского духовного училища. Там замечание от Адиза Альича должно было последовать до рекламы. Да, и вопрос такой, не то что замечание, а обычно ведь как обращаешься к уважаемым людям и говоришь, вот святые отцы, а как нормальному человеку в этой ситуации быть? Вот он полюбил, вот он женился, вот он уже не то что там 25, он уже 35 лет прожил, так сказать, вместе с своей любимой женой. Значит, вот мусульманин, а жена православная. И вот если они ведут правильный, богобоязненный образ жизни, если они соблюдают, ну, как хаджи вы раньше говорили, что есть там религия, да, и есть амель, да, то есть твои действия, которые ты совершаешь, да, вот они совершают всё, что от них, можно сказать, Господь требует. Они правильно детей вырастили. И тут мы слышим, святые отцы говорят, неправильный брак-то. Но не то, что неправильный. Что нельзя было, понимаете. Итак, нужно сегодня сказать тем, кто находится в браке, нужно что-то им сказать в этой ситуации, да, потому что есть масса вопросов, которые у них возникают. Тем, кто собирается вступить в брак, это отдельная тема, мы... Можно я попробую первым ответить? Потому что меня очень немножко задело этот момент, потому что вы сказали, неправильный брак, говорят, да, РЦ? Ну, я специально, специально отец Василий. Обращаю ваше внимание, что мы никогда не скажем это вам, Ази Салевич. Я думаю, что вы, кстати, от нас это практически, если будете честно, не слышали ни разу про ваш брак. Никто не говорил, что он неправильный. Но дело в том, что мы об этом говорим, когда речь идёт о том, чтобы предупредить людей, которые собираются вступить в брак, которые размышляют, будет ли для меня важным и будет ли для моей семьи определяющим то, что у меня с моей будущей второй половинкой разные веры. И вот здесь как раз Церковь постоянно и настойчиво говорит о том, что да, это очень может быть, это очень может привести к очень большим и сложным испытаниям в твоей будущей семье. Ну, я не знаю, причём разные религии по-разному сочетаются между собой. Ну, вот, например, мусульманско-христианские браки, они проходят через очень большие испытания, потому что у нас есть огромное количество совершенно разных ментальных, в том числе, подходов. Ну, самый распространённый и всем известный, когда, допустим, муж-мусульманин хочет взять себе вторую жену для женщины-христианки, воспитанной христианской традиции, это глубоко противно и глубоко омерзительно, потому что, ну, представляете, для нас это прямая измена, да. Для мусульманина это абсолютно нормально и даже подтверждено всей его жизнью и всей его верой. Мурислав Хаджи, напомните, до четырёх жен, да? До четырёх жен. И как акт милости к женщинам. То есть, для них это... Сказал Мурислав Хаджи, который не совершил акт милости к... Для православного это будет удивительно. Огромная жизненная трагедия. И мы это все прекрасно понимаем. Отдаём себе отчёт. Это так. Вот. И именно поэтому мы говорим, что огромная опасность, именно поэтому мы говорим неправильно. Да, неправильный брак. Потому что огромные опасности ожидают вас. Если вы готовы своей любовью, своей верой, и вы понимаете, что у вас... На что вы идёте, да? ...хватит сил, да? И при этом сохранить свою веру, своё основание религиозное, тогда идите. Но не говорите, что вас не предупреждали об этом. Интересный момент, да, очень. Ну, другое дело, конечно, мы совершенно по-другому относимся к семье, которая уже состоялась и уже является многорелигиозной... Межрелигиозной, да. Межрелигиозной, да. Мы уже никогда не говорим ей, что она неправильная, да? Мы уже никогда не говорим, всё, разбегайтесь, у вас никаких шансов. Это было бы глубоко противно и нашей природе человеческой, и глубоко противно нашей вере. Потому что Господь милостив, и Он по своей милости может даже из неправильного основания с помощью силы человеческой воли, силы человеческой веры сотворить что-то, что близко подходит к тем религиозным основаниям, которые лежат в основании нашей жизни. Поэтому так вот, любите свою вторую половину. Я вот хочу согласиться с отцом Василием в том смысле, что когда меня спрашивают, иногда меня спрашивают, что ты думаешь по межрелигиозным бракам? Я всегда говорю, не надо. Мне говорят, как не надо, а сам, я говорю, вот поэтому я вам и говорю, не надо. Потому что действительно, отец Василий правильно говорит, ты встречаешься с такими трудностями, которые нужно преодолеть только с помощью любви. Возможно преодолеть только с помощью любви и вот духовной силы, других вариантов нет. Варианты есть всегда, пока мы живем. Давайте посмотрим с точки зрения здания. Наша жизнь, наши семьи – это здание. Здание обязательно стоит на фундаменте. Фундамент что? Фундамент – это наша вера. Это религия. Религия – это физическое отправление наших убеждений. Таким образом, если человек, мужчина, сильно, крепко верит во Всевышнего, придерживается канонов, религии своей, то чаще всего и обычным для него является, и нормальным для него является взять в жены представительницу своей же религии. И он не помышляет о чем-то другом и отгоняет от себя мысли о шахвате, о страстях, о желаниях. Человек, который чуть-чуть меньше верит, он допускает это все. Но если он сам придерживается канонов, это не просто пятикратный намаз, пост месяца Рамазан, совершение хаджа хотя бы раз жизни, но он еще и получает для себя и передает своим детям и своей жене также знание о религии, а это в первую очередь знание о вере, то он может жениться хоть на христианке, хоть на иудейке, для него ничего не страшно. Человек, который слабый, мужчина, который слабый в своей вере, скорее всего, он не будет смотреть на канонический запрет, он жениться. Вот девушкам понравилось внешне, он на ней жениться. Ну, как вы сказали, красота, богатство. Да, и он не будет смотреть на ее религиозным никаким образом. И что мы видим? Далее Всевышний нашими судьбами владеет как хочет, вот они живут вместе. Эта семья не будет религиозной вообще. В ней и конфликта не будет по религии, потому что в фундаменте ее не было. Семья, которая мужчина, мусульманин, хорошо верующий, знающий, женщина-христианка, он из уважения к ее религии, ведь Аллах говорит, нет принуждения в религии, он с уважением к ней будет, тем не менее, воспитывать свою семью на канонах ислама. Всю семью. И своей мягкостью и упорством, настойчивостью, в первую очередь самому к себе настойчивость, мягкость к жене. Он сможет милостью Всевышнего привести ее в ислам. Человек, который будет следовать вот этим двум путям, первым двум, вот такова судьба. И как бы конфликтов-то не будет. А испытания, испытания, как сказал посланник Аллаха Мухаммад, что означает, кому Аллах хочет добра, Он дает ему испытания. И испытания проходят, у которого вера крепкая. Ни здоровье крепкое, ни имущественное положение, ни статусное, ничего. Именно вера крепкая. Вот эти любые испытания семья пройдет. И тогда они, в принципе, достигнут счастья. Поэтому те, которые мужчины женились на немусульманках, мы им призываем получать знания и передавать их. Те, которые вышли замуж за немусульман, мы им объясняем, что ты, как женщина обязанная... Мы объясняем, обязательно объясняем. Ты, как женщина, обязанная слушаться мужа. Это канон тоже ислама. Он не будет тебе позволять, может, не разрешить исповедовать свои каноны, свою религию. И что ты тогда? Ты попадешь в ад? Ведь после этой жизни, что у нас? Вечность. Вечность где? Бог один, то есть рай у него один и ад у него один. Вот это я хотел, чтобы вы сказали. И я думаю, что отец Василий это подтвердит сейчас. Что у Бога один рай и один ад для всех. Рай для верующих в него, а для неверующих в него. Ну, для всех людей. Независимо от их национальности, религиозной принадлежности и так далее. Рай один и ад один. Можно я задам вопрос? Да, пожалуйста, только у нас остается буквально полминутки. Так эта женщина, она имеет какой-то шанс на спасение? Мусульманка, которая вышла замуж за ней мусульманиной. Да. В свое время был такой случай, когда язычники мекканские, для того, чтобы отречь от веры одного из подвижников пророка, переградив ему смертью его родителей, заставили его отречься вслух от веры. Он пришел весь испуганный, бледный, пришел к пророку и сказал, что мне делать? Я попал в яму, я попал в беду. Пророк его спросил. А что в сердце твоем? И из подвижников его говорит. В сердце моем спокойствие и вера в Аллаха. Я сказал, тогда все хорошее. Поэтому у этой женщины, по словам же, опять-таки, самого посланника Аллаха, если на вес макового зернышка есть вера, то она спасется, попадет в рай. Устраивает такое ответственность? Но за ослушание Аллаха, она должна пройти очищение огнемада. Я одну вещь хочу напомнить. Я как-то говорил во время нашей передачи, но сейчас могу сказать, что в Малайзии был суд над христианами. Помните это, да? Потому что мусульмане хотели им запретить использовать слово «Аллах». Они говорят на арабском, и у них слово «Бог» — это Аллах. Это Аллах. И суд хотел им запретить использовать во время богослужения в христианском храме использовать слово «Аллах». Не суд хотел, а мусульмане хотели запретить, малайзийский. Суд поддержал христиан. Вот я хотел, чтобы вот это вот значение того решения судебного, чтобы мы все понимали. Вот для меня это было вообще-то большим сигналом, я не знаю, вот лично для меня, от кого? От Аллаха или от кого-то большим сигналом, что по жизни-то мы так и должны вообще-то жить, когда мы говорим о едином Боге и о многом другом. Поэтому, ну что, пожелаем всем счастья. Хоть и на разных языках, да? Да. Но говорим об одном. Ну, возможно, я одну буквально фразу вставлю из одной. Дело в том, что очень важно понимать, что говоря о тех или иных сходствах языковых, да, или тех или иных сходствах какой-то традиции или бытовых сходствах, каждый христианин и, возможно, мусульманин должен четко понимать основания своей веры и прекрасно отдавать себе отчет, что мы совершенно разные религии. И если уж говорить до конца честно, говоря о Боге, мусульманин и христианин говорят о разном Боге. Абсолютно. То есть мы говорим о Святой Троице, вот, открывшей и о Господе Иисусе Христе. И поэтому я думаю, что Ислам Хаджи со мной согласится, что межрелигиозное согласие зиждется не на искусственном лингвистическом соглашательстве, но на четком осознании веры, каждым своей веры. С точки зрения учения. Да, и понимание того, как эти веры могут жить в совместном благополучном пребывании. Вот в этом есть основание межрелигиозного мира. Я думаю, вы со мной согласитесь. Не могу не дать, не можем не дать вам слова, но просто... Сколько это секунд? Можем мы еще несколько секунд... Да, это основание межрелигиозного мира. Слова Всевышнего Аллаха сказаны в Коране. Ля кум дин, ля кум вали адин. Вам ваш вера устав, нам наш вера устав. И нет принуждения в религии. Мы, когда друг к другу относимся с терпением, с пониманием, тогда это будет мирно и спокойно. С уважением. Но результат нашей жизни будет по вере нашей. Куда мы направляли свои деяния. Спасибо. Это будет после. Спасибо большое. Всем счастья в связи с темой сегодняшнего сегодняшнего передачи. А впереди у нас еще вырисовываются дети в межрелигиозных семьях. Снова вернемся к нашей старой теме. Спасибо большое. Завершаем. Владимир Сметанин. Зисагаев, наши гости. Нурислам Хаджи Касимов. И священник Василий Песов. Спасибо. До свидания. Валерий. Союз нерушимый.